Привет ребята, на связи с вами Серега. В первую очередь хочу вас поздравить с наступающими майскими праздниками, отдохните как надо, как следует, в общем, хорошего настроения вам и всего-всего самого наилучшего. В этом занятии мы с вами будем делать вот такую интересную кнопку, с виду ничего особенного, но когда мы наводим на ее мышкой, она вот так вот анимируется, видим. Стоит демо, появляется надпись смотреть пример и наша решеточка, точнее шестеренка накрутится. В общем, друзья, будем делать такую штуку, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и помните, что следующее подобное видео вы получите ровно через неделю, либо уже в понедельник, если до понедельника это занятие наберет более 100 лайков. Ставьте лайк прямо сейчас и, конечно же, не забывайте делиться видео. Итак, поехали. Скачайте к себе на компьютер архивчик fun.button, как обычно, ссылка в описании под видео, распаковываете его, получаете такую папку, открываете в своем редакторе и здесь у нас смотрите, что есть. Во-первых, два простых файла, индекс.html и style.css и папочка images, в которой вы найдете две шестеренки, белую и черную. Ну, в зависимости от цвета вашей кнопочки, подставите любую из них. Давайте теперь я вам объясню, как у нас будет устроена наша кнопка. Во-первых, у нас будет большой блок, то есть, в котором будет вся полностью кнопка и внутри этого блока мы сразу же пропишем ссылочку, то есть, чтобы наша кнопка могла куда-то переводить наших посетителей. Затем внутри уже вот этой ссылки будет идти еще три блока. Блок с надписью демо, который по умолчанию будет растягиваться на весь родитель, на всю нашу кнопочку, да. На блоке демо будет стоять картинка шестеренка, которая будет крутиться, а уже за самим блоком демо будет идти блок с надписью «Смотрите, пример». И получается, при наведении наш блок демо будет ужиматься и вот эта надпись будет отображаться. Поэтому сейчас давайте мы с вами зададим простую структуру. Задаем сам блок кнопки. Давайте мы напишем «DivButton» и внутри него давайте зададим ссылочку сразу. Сначала заводим блок демо, например, в котором будет надпись «Демо». Затем за ним сразу заводим картинку. Так, EMG, так, ссылочку на нашу картинку. «Images». Давайте сначала мы поставим черную иконочку, ну, потом можно поменять на белую. Здесь старобарщину напишите, все-таки это не в интернете. Еще один блок, давайте назовем его «Диск», «Описание», «Description». И в нем напишем «Смотрите, пример». Так, в общем, структура, в принципе, готова. Теперь идем в стиле. Сразу же проверяем, как у нас тут все смотрится, видим. Давайте я это уменьшу и это тоже уменьшу, чтобы нам было лучше видно. Теперь давайте наш блок «Button». Выровняем по центру, напишем «Margin». 100 пикселей напишем сверху и снизу и «Auto» по центру экрана будет точкой запятой. Сразу же давайте пропишем с вами ширину, 250 пикселей. Это будет ширина нашей кнопки. И высоту давайте какую-нибудь возьмем пикселей 60. Следующий момент – это наш блок «Демо». Кстати, давайте сразу же мы зададим общие стили для ссылок. «TextDecoration None» и «Color» решетка «FFF». Ссылки пока не видны, но сейчас мы все это с вами покрасим. Итак, во-первых, блок «Демо». «Бэкграунд» решетка. Вот наш блок, видим. Сразу же давайте мы ему пропишем «Width» в 200 пикселей. Почему 200? Потому что мы будем задавать сбоку «Паддинг» в 50 пикселей с левой стороны. Это будет место, где будет отображаться наша картинка. И сразу напишем «TextAlign Center». Теперь давайте мы сразу же зададим высоту «Height» в 60 пикселей и «Position Absolute». «LineHeight» тоже давайте зададим ему в 60 пикселей. И «FontSize» давайте в 2е. Дальше начинаем работать над стилем «Disk». Сразу же давайте мы ему добавим вот этот самый «Background» и сделаем его темнее. Так, сделали его чуть-чуть темнее. Теперь давайте мы по кода вот здесь у нашей демо сделаем меньше размер 100 пикселей. То есть, видите, вот этот блок вылез. И ему тоже давайте зададим «Position Absolute». И сразу же давайте зададим ширину в 100 пикселей, высоту 40 пикселей. Для чего я задаю? Потому что у нас тут 2 строчки будут идти. Мы зададим им еще «Padding» 10 пикселей сверху и вниз. И снизу получится у нас 60 ровно. И текст «LineCenter» добавляем. И «LineHeight» давайте. У нас получается рабочая высота 40 пикселей. Давайте по 20 пикселей. Получается, наши строчки станут ровно по центру. Видим, да? Так, «Position Absolute» давайте «Top 0» вставим. И «Right 0». Так, видим, у нас тут все посъезжало, да? Давайте мы, кстати, тоже кнопки демо напишем «T0» и «Left 0». Видим, посъезжало. Чтобы этого не было, мы нашему классу «Button» задаем «Position Relative». И видим, у нас уже получается такая кнопка. То есть тут этот блок есть, он нам, в принципе, уже больше не нужен. Поэтому сейчас мы просто-напросто растягиваем назад демо на 250 пикселей. То есть 200 пикселей у него высота, 50 пикселей паддинг с левой стороны. Получается в итоге 250. Но он смотрится за нашим, смотрите, пример. Поэтому давайте мы диску добавим «Zindex1», а нашему демо «Zindex2» и он станет выше. Теперь осталось дело за картинкой. Давайте мы зададим стиль для картинки. «Colourline», где наш «Middle», вот он. Тоже давайте «Position Absolute» заделаем ему. И «Zindex» сразу проставим на троечку. Точка запятой. То есть, видите, вот наша картинка появилась. Давайте я переключусь на файл «Index.html» и здесь поменяю картинку на белую, она лучше видна. Теперь давайте мы с левой стороны «Left» добавим пикселей 14, а сверху 14 пикселей. И наша картинка становится по центру. В принципе, кнопка готова. И теперь нам необходимо задать обработчик при наведении. Поэтому, смотрите, будем опять-таки полностью отталкиваться от блока «Demo». Давайте мы его скопируем сюда. Так, отлично. Здесь двоеточие «Have». В принципе, его надо было бы копировать вот тут в самый низ. Давайте мы так и сделаем. Так, «Have» и теперь указываем блок, для которого будем работать. То есть, при наведении на «Demo» наш блок, точнее, стоп, при наведении на «Button» давайте «Button». «Button» наш блок «Demo» будет уменьшаться по ширине до 100 пикселей. Так, ставим «Width» 100 пикселей. И теперь проверяем «Bach». Видим, уменьшается. Замечательно. Теперь надо добавить анимацию, да? Поэтому мы сюда задаем «Transition». Даже не знаю, давайте «1s» точка запятой. «1s» и видим, уже у нас работает все как надо. И теперь надо сделать, чтобы наш шрифт уменьшался. Поэтому давайте мы свойства «FontSize» 1.4em. Там меньше уже некрасиво смотрится. И видим, видите, как наша кнопочка стала уменьшаться. И шрифт тоже уменьшается. Смотрится хорошо. Двигаемся дальше. Так, опять-таки пишем «.button» двоеточие «Have». Точка… так, так, так. А, стоп. И «MG». Вообще, если вы будете использовать на проекте, то своей картинке задавайте класс. И уже работайте именно с классом для этой картинки. Чтобы не применялись теле ко всем картинкам. То есть давайте я назад переключусь. «MG». Давайте мы тут добавим класс. Так будет просто правильнее. Давайте «Set». Переключаюсь. И тут уже пишем «класс Set». То есть до всех картинок с классом «Set». И тут то же самое. Давайте допишем «.set». Мы будем задавать следующие стили. «Transform». «Rotate». Переворачиваем на 360 градусов. И опять-таки будет все резко происходить. Мы даже не заметим. Чтобы было видно, как она переворачивается. Мы копируем свойства «Transition» и задаем нашей картиночке. Так. И давайте здесь. Смотрите, сейчас я навожу. И вот так вот все работает, да? Видите? Давайте здесь мы поставим чуточку больше. Например, 1.5. Чтобы наша шестеренка еще крутилась. Щелк. Видите, да? Щелк. Вот так это дело работает. Ну, смотрится, по-моему, интересно. Двигаемся дальше. Остались у нас закругленные углы, да? Давайте мы это организуем. Потому что тут не все будет так ровно. Так. Во-первых, надо нам задать закругленные углы для нашего демо. Поэтому здесь мы пишем «Border Radius» 3 пикселя для всех углов. Точка с запятой. Но тут видим, с этой стороны закруглились, с этой нет. Почему? Они на самом деле закруглились, просто тут плохо видно. Потому что не видно, как закругляются вот из-за этих прямых углов. Поэтому мы нашему диску, description, тоже задаем border radius. Прописываем следующее. 0 для верхнего левого угла, 3 пикселя для верхнего правого, 3 пикселя для нижнего правого и 0 пикселей для нижнего левого. И теперь смотрите. Видите, как работает, да? Все скруглено. И давайте сделаем, чтобы при наведении вот эти углы у нашей кнопки демо, они опять навелись ровными. Поэтому мы идем сюда, дописываем здесь тоже border radius. И здесь добавляем так. Получается, нам надо отменить скругление вот у этих углов. Пишем 3 пикселя, 0, 0 и 3 пикселя. Так. И теперь смотрите. Бах. И у нас тут видим ровненькие углы. А вот эти остаются скругленными. Замечательно. Так. Что делаем еще? Еще смотрите. Если вы сейчас откроете кнопочку в хроме, точнее не в хроме, а в макстоне или в эксплорере, то вы увидите здесь такую белую полосу. Она будет идти прямо, да? Поэтому, чтобы ее не было, давайте мы нашу вот эту область, смотрите пример, то есть диск, мы сделаем чуть больше. Но сделаем не за счет ширины, потому что иначе вот эта надпись будет смотреться криво, а сделаем за счет опять-таки тех же самых паддингов. То есть у нас сверху паддинги по 10, так, поэтому давайте сверху и снизу по 10, а вот с левой стороны пускай тоже будет 10 пикселей вот тут. Получается, наша вот эта область будет заходить уже дальше. И таким образом тут белой линии не будет. Так, в принципе, на этом все, пожалуй. Давайте я, наверное, все-таки проверю, чтобы было все нормально. Вставляем сюда. Видите, белой полосы нету. Давайте я сразу уберу, покажу вам, чтобы вы мне поверили на слово. Сохраняемся, обновляемся, смотрим. Видите, белая полоса есть. Вот эту штуку мы назад возвращаем, обновляем страницу. Белой полосы нету. Ну вот, такая маленькая хитрость и она работает. Ну что ж, друзья, спасибо за ваше внимание драгоценное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь видео. И помните, если это видео наберет более 100 лайков до понедельника, то следующее видео я вам уже выложу, конечно же, в понедельник. До скорых встреч.